Книга «Открытым оком», пятый том. Вопрос 1438. Взаимоотношения. Не кажется ли вам, что многих гонений вы бы избежали, когда хотя бы немного изменили свой подход к разрешению некоторых вопросов? Вот, например, по детскому лагерю стану. Столько лет, и все против вас воюют власти, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Что значит уступать тому, кто совершенно не прав? Действительно, не будь я православным, я бы многое мог изменить в деятельности лагеря стану. Например, у нас есть физическое наказание детей. За провинности всегда совершенно адекватное наказание. По рассуждению, с любовью к тому же. Без наказания лагерь тут же превратится в обычный помоечный, советский отстойник греха и грязи. Библия нас учит, чтоб ребенка наказывать и чаще. Мы наказываем слегка и очень редко. Больше для поддержания порядка. Вот власти и воюют, и придумывают разные дела против меня. Конечно же, я рискую очень многим. Но уступить богохульникам и развратителям России значит погубить и себя, и тех, кто рядом с тобой. Вот дело против меня уже в этом 2002 году было. Постановление о прекращении уголовного дела, уголовного преследования. Село Мамонтово, 8 октября 2002 года. Следователь СО при Мамонтовском РОВД, капитан юстиции Антипов Н.В. Рассмотрев материалы уголовного дела номер 24209 в отношении Лапкина Игнатия Тихоновича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установил 10 июня 2002 года Лапкин Игнатий Тихонович, являясь директором православного лагеря Стана в поселке Потеряевка Мамонтовского района Алтайского края, принял на отдых Кущего Юве в возрасте 11 лет. Перед приемом мальчика в лагерь Лапкин ознакомил его мать, законного представителя потерпевшего по-настоящему делу, с уставом проживания детей в данном лагере Стане, а также с условиями воспитания детей и применения к детям за провинности физического наказания. Ознакомившись с условиями проживания детей в лагере Стане, Кущего ВВ дала согласие на все условия и отпустила в лагерь своего сына. За время отдыха в лагере Кущего Юве со стороны Лапкина Игнатий Тихоновича применялись к данному воспитаннику наказанием в виде хлестания крапивой по ягодицам, рукам, а также сеткой-авоськой в виде воспитания ребенка. 26 июня 2002 года Кущев Юве, не желая более находиться в данном лагере, убежал из него и на товарном поезде уехал домой в город Барнаул. По приезду Кущего Юве домой его мать обнаружила на теле ребенка в области ягодиц побои и написала об этом заявление с просьбой привлечь Лапкина к уголовной ответственности. Однако в дальнейшем она написала заявление о нежелании привлекать Лапкина к уголовной ответственности в связи с тем, что она сама, заведомо зная о физических наказаниях детей, дала на это согласие. В действиях же Лапкина Игнать Тихоновича состав преступления, предусмотренный статьей 116 Уголовного кодекса Российской Федерации, не усматривается, хотя и есть признаки данного преступления в связи с тем, что у него не было умысла на причинение побоев данному ребенку беспричинно, либо в ущемлении прав человека. Данные меры применялись Лапкиным-Кущеву в качестве меры воспитания за допускаемые правильности, нецензурную брань, непослушание старшим и т.п. На основании изложенного и руководствуясь ст. 212.213 УПК РФ постановил 1. Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении подозреваемого Лапкина Игнатия Тихоновича 10 июня 1939 года рождения уроженца поселка Карповский Тюменцевского района Алтайского края, жителя города Барнаулы, гражданина Российской Федерации, ранее не судимого по основанию предусмотренному пункту 2 частью 1 ст. 24 УПК РФ. 2. Мера пресечения в отношении Лапкина не избиралась 3. Признать в соответствии со ст. 134 УПК РФ за Лапкиным Игнатием Тихоновичем право на реабилитацию и разъяснить ему порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием 4. Вещественные доказательства по делу не изымались 5. Копии настоящего постановления направить Лапкину, подозреваемому, представителю потерпевшего Кущевой ВВ. 6. Прокурору Мамонтовского района Алтайского края, младшему советнику юстиции Риферт ЮЭН 7. Настоящее постановление может быть обжаловано прокурору и судебном порядке 7. И в суд в порядке, установленном главой 15 УПК РФ, следователь С.О. при Мамонтовском РОВД, капитан юстиции Антибов Н.В. Продолжение следует... Продолжение следует...